Вопрос медицинского обслуживания населения постоянно находится на контроле у главы нашего государства. Президент не раз подчеркивал, что очень важно, чтобы белорусы имели возможность своевременно и качественно получать медицинскую помощь, вне зависимости от того, живут ли они в городе или в деревне. Сельчанам ФАПы необходимы. Фельдшер окажет первую помощь при заболевании или выдаст направление к профильному врачу. На ФАПе также можно сдать анализы, пройти диспансеризацию и купить лекарства. Проводят патронаж детей до года. А ремонт и благоустройство делают учреждение комфортным для пациентов. Так, в Новополезском ФАПе в прошлом году был проведен ремонт работниками ремонтаж-строй. Теперь в медучреждении стало не только уютнее посетителям, но и самим работникам. Новополезский ФАП сегодня обслуживает почти тысячу человек. На Новополезском ФАПе обслуживается 898 человек, из них 135 – это детки, 45 – инвалидов взрослых, 5 – инвалидов деток. На диспансерном учете здесь состоят 242 человека. Не секрет, что для пожилых людей фельдшерско-акушерский пункт – единственное учреждение здравоохранения, куда они могут обратиться. Ведь в город им добираться уже тяжело. А наблюдаться у специалиста и следить за здоровьем необходимо. Хорошо, отлично. Акушерка есть, кардиограмму сделает. Все как положено. Заведующего ФАПом Татьяну Цареву бабушки ценят. Кто, как не она, поможет сбить давление или сделать укол. Она молодец. Она молодец, она как с нами что справляется. Слава Богу за это. Лидия Васильевна Закладова сама в прошлом работник этого ФАПа. С удовольствием отмечает изменения, произошедшие с учреждением. Ну, изменился, конечно, красота. Все есть. Кроме врача-терапевта, который приезжает в Новополевский ФАП и проводит приемы на дому некоторых пациентов, ежегодно проходит и выезд передвижного флюорографа. В этом году его приезд назначен на 18 и 21 октября.